50 тысяч тонн силоса и сенажа, 3 тысячи тонн сена и в два раза больше соломы. Столько в то-то иншастык планируют заготовить корма для крупно-рогатого скота. Товарищество обеспечивает как и свое хозяйство, так и население. По словам Агрария, в 2020 году из-за отсутствия дождей урожайность была гораздо ниже, чем в этом. С одного гектара собирали лишь 10 центнеров сухой травы. В текущем сезоне ситуация получше. Что ожидают от нынешнего сезона сельхозтоваропроизводители, узнавала моя коллега Жанель Бесенбаева. Всего несколько минут и 350 килограммовый тюк готов. С одного гектара таких здесь заготавливают три. В день пресс-подборщик собирает около 60 гектаров сухой травы. Стремительные темпы уборки были не всегда, рассказывает Владимир Халоша. Трое сроки сократил вот этот трактор американского производства. За рулем механизатор около четырех лет. Условия работы комфортные, да и помощь от ТО значительная, признается Владимир. У меня в своем подворье 6 голов КРС, до десятка свиней, птицы, бараны, овцы. Помогают содержать подсобное подворье, хозяйство. Сенаж, силос, солома. Все в пределах разумного. Продают их здесь по 15 тысяч тенге за тонну. Цена ниже рыночной в два раза. Отсюда и спрос большой. Таинчай-Астык подвозит корма в три села. Зеленый Гай, Ясную Поляну и Кирово. Это почти 4 тысячи жителей. Обеспечивают и свое хозяйство. В товариществе около 4,5 тысяч голов скота. Из них больше тысячи реализуют на молочное производство. Чтобы закрыть всю потребность, необходимо собрать 50 тысяч тонн сочных кормов, 3 тысячи тонн сена и два раза больше соломы. Засушливое лето этого года не сравнится с прошлым, говорят аграрии. Как ни странно, но ситуация тогда была более плачевной, чем сейчас. Тогда с мая по июль дождя не было и вовсе. Сухой травы с одного гектара здесь собрали всего 10 центнеров. Такого урожая не видели последние 20 лет. Предстоящие уборочные компании рассчитывают, что в 2021 показатель будет как минимум в два раза лучше. Сенокос где-то порядка около тонны с гектара идет у нас сено. Часть выдаем населению сеном, часть обеспечиваем сеножем либо силосом. У нас хорошо имеется полторы тысячи гектаров еще урожаемых земель, которые нам тоже дают какой-то страховой запас кормов, чтобы был переходящий остаток. Посадили здесь люцерну, кукурузу, многолетние и однолетние травы. Чтобы сценарий засушливой погоды не повторился в этом году, используют поливные машины. Их в товариществе 19. Всего площадь ярового сева составила 50 тысяч гектаров. Чуть меньше половины занимает пшеница. На оставшийся ячемень чечевица Лен и Гречиха. Тенденция посева продолжится и в последующих годах, заверяет Анатолий. Изменится лишь подход. С нынешнего года у нас поменялся инвестор, зашла новая компания, зерновоконсорциум Казахстана зашел. Немножко изменилась тоже ситуация, немножко изменился подход. Я думаю, что все должно быть лучше и должно быть чуть лучше развитие пойти. Больше цифровизации пошло. В принципе, мы всегда диверсификацией занимались. Плодосмен у нас был и много культур разных сели. Планируют здесь и увеличить поголовье. Только в ТО Таинша Астык закупят тысячу коров. Еще 8 хозяйств и новые фермы появятся в холдинге. Женаль Бесимбаева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК.